Субтитры делал DimaToronto Субтитры делал DimaToronto Ну, потому что я сам из Харькова уехал, а Россия коммунистическая в 1918 году сдала Харьков и Донбасс Украине. Если вы знаете такую известную фразу Ленина, он цинично даже заявлял. Мы помогли Украине пролетариатам. Ну, это вопрос очень спорный. Вы думаете, что сильно проиграл Харьков, что он остался в Украине? Ну, я думаю, сильно проиграл. То, что он не стал... Дело в том, что вся беда в том, что СССР тупо разделился по границам большевистских республик. По большевистским границам союзных республик, которые... Ну, а почему это Россия-то, я не понимаю? Ну, дело в том, что в Украине система взаимоотношений метрополии и регионов, она очень архаична и очень... Брутально. В России то же самое, чуть получше, но тоже. В России все-таки регионы-доноры живут намного лучше, чем регионы-рецепиенты. То есть... Хорошо. Хорошо. Хорошую тему здесь есть. Скажите, пожалуйста, регионы-доноры нам так чем называют? Их, по-моему, где-то 4-5, по-разному, надо 2-3, надо 5. Вот это так. Вы имеете в виду, где? В Украине или в России? В России. В России. Вот в Украине... Вот в Украине... В Украине именно 5, а в России все-таки там 7. В России 5. Ну, брать... Ну, что... Ну, что... Ну, что... Чукотка, Камчатка, Тюмень, Ямал... Чукотка под большим вопросом, а за счет этих вот это... Красноярский край. Нет, Красноярск уже, если ты возьми, значит, это по улице, там уже по нулям почти работает. Ну, допустим, тоже 5, да. Ну, так вот... Ну, все равно Тюменская область живет намного лучше, чем ваша Смоленская область по уровню жизни. Конечно, конечно, конечно. А в Украине, к сожалению, нет приоритета... Меньший приоритет региона донора над регионами цепиентом, то есть... Ну, вы же знаете, что правильно... Я у вас в Путербилове, но вы знаете, что подвините, пожалуйста, доходы, нефтегазовые доходы России, с количеством населения, 200 долларов в месяц можно каждому россиянину сдавать и не память, и ничего не делать. Ну, я согласен, я согласен. Мы же про Украину. В Украине есть такое? В Украине... В Украине нет такого, но тем не менее... Там работать надо. Тем не менее, в Украине Харьковская и Днепропетровская область, которые являются основными донорами, должны быть жить намного лучше, чем бездельники Тернопольская или Винницкая область. В Украине... Ну, это... Да, 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 индустрия, а кроме того, наука, ВУЗы... Хорошо. Дальше. Если ВУЗы закрыли в Россию, свои ВУЗы все почти позакрывали, если Академию Новых практически разогнали, что там будет делать Харьков на этом фоне? Если потом пришел в Россию? Я же не говорю, чтоб Харьков в Россию пришел. Харьков достойно иметь свое государство. Правильно. То есть какой-то все-таки все-таки в Украине больше выглядели, чем у нас. Россия полностью доносливается, превращается в феодальное государство, на мой взгляд. Нет, но я... Вы все время переключайтесь на Россию. Я ж не говорю... Ну, я не один. Поэтому я... Вариант был такой. Либо Харьков в Россию идти, либо Харьков в Украине оставаться. Правильно? Правильно? Нет. Три варианта. Есть еще Харьков. Самостоятельно? Да, самостоятельно. Ну, не только область. Там, может, две области, две с половиной области. Самостоятельное государство. Это государство... Это... Я вам доскажу сейчас мысль. Это государство было бы раза в три больше, чем многие европейские государства. Типа Словении, там, или Словакии, и так далее. Хорошо. Чем бы оно занималось? Вот так, допустим, выделили это государство со 5 миллионов человек, допустим, со 7, 10 миллионов. Что надо делать? За счет чего оно просветало? Занималось тем же самым, чем занимается сейчас. Что? Ну, уже... Ну... Не, вот конкретно. Вот вы живете в Америке. Чем вы занимались? Что нам может предложить мировому рынку? Мировому вряд ли что может предложить. Как и Словакии мало что может предложить. А региональному рынку вполне может предложить. Соседним государством. Вы же понимаете, что с 10 миллионами человек можно выпускать только продукцию ниже 4 класса. Не выше. То есть, у тебя в 5 уровне, у тебя в 5 уровне. Невозможно. А как мне ведется ошибка в городе? А это... Я понимаю. Это все же зависит не от государства границ, а от экономической кооперации и взаимодействия. Да. Можно взаимодействовать как в Евросоюзе с соседними государствами, так же как с соседними регионами. Надо выпросить... Да, да, да. Я украинцами говорю, что... Ребята, вам надо выпросить у Европы или у Америки какой-то класс. Вот какой-то... Ну... Ну, вы же это сказали. Я понял мысль. Мысль, она грамотная. Но вы повторяетесь. Вы уже эти три раза повторили. Она грамотная. Я с вами согласился. Это... Я ж не скоро. А если они не выпросят ничего? Куда они с этой продукцией пойдут? Самому нужно... Ну, сейчас... Нет. Вот нужно учесть, так сказать, ошибки, которые были допущены при нарушении экономических связей после развала СССР. И после раздела Украины не нарушать эти экономические связи, а продолжать взаимодействовать в экономике, как будто ничего не случилось. Вот оптимальная задача. Да. Вы же в этом конкуренциях в конкуренциях среде. То есть там, где же самый центр силы. Скажите, пожалуйста, такие конкуренные карты есть в промышленности Харьковской области. Что она может предложить милу того, что другие не могут сделать? Ну, танки... Для чего она может склиниться и сказать, вот вы готовите такую продукцию, которую в мире нет? То есть вы понимаете, Долгарыч, либо очень дешево, что она сделана... Ну, я понял, да. Я понимаю, что соотношение ценные качества. Танки, турбины, трактора... Они никому не нужны. Эти турбины, которые малоходящие, они никому не нужны. Танки, эти вообще никому не нужны. Что они могут предложить милу? Ну, почему? Танки арабы покупают нормально. Почему не нужны? Ну, я опять не сказал, что она может санкции торговать. Санкции я буду торговать. А Европа, Америка у них ничего не купит. Конечно. Она и у Украины ничего не купит, и у России, кроме нефти и газа, ничего не купит. Вот. Так что Украина может предложить такого, что другие не могут предложить? Кроме сельскохолерской продукции. Тут все вопросом нет. А что сельскохолерской продукции? Вопросом нет. Случай Украины, я считаю, ничего нет. Это может качество свинина, качество... Ну, мяко, молоко... Ну, понятно, понятно. Да. Ну, вы же спросили за Харьковский регион, я вам сказал, что танки... А Харьковский? Я не вижу. Я не вижу, как вы это способны. Ну, с западом нет, я согласен. А арабы купят. Почему нет? Африканцы купят. Танки те же самые. Низких переделов. Продукция низких переделов. То есть, ну, где-то самое-самое такое низкое. Ну, вот тут танк, где-то предел. И то электроника будет закупаться не в Китае, не в Израиле. Ну... Ну, жилет... Железя будет выпивать. Опять же. А где они будут брать металл? Закупать в России? Ну, или в России, или у Кривбаса, у Днепра, у Днепра. Ну, логистика далеко от воды, далеко доставка. Я не вижу какой-то способности здесь. Ну... Россия, да. А Россия, там, ты что была, когда могла, там, завод Малышева, или какой-то своего остатки? Малышева, Малышева, да. Понятно. Да, у нас конкурентоспособная очень, мотор птичь. Вот это, да, это серьезно. Сильно была конкурентоспособная, и Россия очень страдает, что мотор птичь из них не стучнее. Ну, я в курсе. Ну, это, ну, это Запорожье, это не наш, я в курсе. Да, да. А Хальцев, хороший горький город, но я не вижу в нем перспективы. Ну, такие же перспективы, как иных городов, юга, юга России или Украины, или востока Украины. Такие же перспективы. Жалко, я на Украине живаю. Вы, наверное, в Харькове там, да? Ну, я в Канаде, вообще-то. Ну, вы жили в Харькове? Да, да. У меня приятеля, уже лет 30 живет в России, и он очень любит Россию, а тут мамочка заболела, и он поехал с ней туда. Ну, хоронил ее, и пожил полгода в Харькове, вернулся, и говорит сюда, и говорит, мне это показалось, что дышится меньше, чем в Харькове. Ну, как понять, дышится. Я в Канаде, я в Канаде не уморку свободы. Я в Канаде-то нечего бояться, но я в Украину езжу, так что пересекаю границы. А вы уже гражданство получили? Да. Ну, и как вообще, нравится вам Харьков? Ну, нормально, да. Цивилизованная, богатая страна. Есть свои минусы, но в сумме нравится. Я просто по этой точке все говорю, что на всякий случай визу не имеет штатовскую, что есть не совсем даже башеная страна. Да. Ну, штатовское гражданство хуже, чем канадское. Она очень много налагает ограничения на гражданина. То есть, вот, допустим, в Штатах, если вы гражданин Штатов, даже если вы живете за границей, вы должны каждый доллар свой декларировать по закону Штатов, иначе против вас можно открыться уголовные преследования. Теоретически. А в Канаде граница 100 тысяч. Если ты имеешь доход меньше 100 тысяч долларов в год, ты можешь не декларировать за заграничные доходы. Вот в Канаде законы лучше. Ну, нет. Ну, это в больших городах. А в метких городах весьма дешево можно купить. В больших городах очень, очень, к сожалению, не то, что к сожалению. Ну, реально высокая, намного выше, чем в таких же городах в Штатах, да? Ну, там, в Торонто раза в два дороже, чем в Бостоне, там, или там, где-нибудь. И в полтора раза дороже, чем в Чикаго. Вы не ностальгируете по Украине? Ну, я, что значит, ностальгирую. По Украине, естественно, к Украине, в принципе, у меня отношения отрицательные. По Харькову, вы просили. В Харькове я бываю каждый год, в России бываю каждый год. Я в Москве квартиру купил под реновацию, кстати говоря. Ну, под реновацию. То есть, деньги вложил, с реновации получил. Допольно. А у тебя в Москве в Украине или в России, когда вы спокойны? Ну, как? Ну, это же дело эмоциональное. Конечно, я больше Харьков люблю, чем... Ну, я вот люблю... Тоже к Москве уважительно отношусь, к Торонто. Но Харьков... Харьков я люблю больше, да. Но я люблю Харьков, несмотря на то, что он в Украине, я вот так выражаюсь. Я люблю Харьков. Хорошо, а народ убираете больше, чем Милу Сердцу или Родинский? Ну, вы имеете в виду по этнической компоненте? Нет, не хотите. Может, при общении вы смотрите человеческие факторы, человеческие отношения... Ну, я не могу тут объективно оскудить, если я сам этнический русский, да, хоть из Харьки. Из Харькова этнический русский. Естественно, для меня русский народ ближе, чем украинский. Это чужая культура для меня, украинская. Хорошо, мы давно уехали, я так понимаю, в Советском Союзе из России. Вы не имеете изменения в психике, изменения в настроениях людей, и, извините, в отношениях их за последние годы? Ну, вижу, вижу. Немножко стала сейчас пропагандистская машина работать в обратную сторону. А раньше было вообще, в нулевые годы, я бы считал, все было вообще хорошо. Развивалось все так. А сейчас, да, вот эти мне не понравились всякие поправки, вот эти дурацкие, да, в Конституцию. Вот, кстати, давайте о поправках, раз уж вы любите вот на российские проблемы скатываться. Вот, как вы относитесь к поправкам этим в Конституцию? Ну, я считаю, что за исключением пропагандистских, которые экономические, там, гарантируют каким-то пенсионерам, это чисто пропагандистские поправки, все поправки не очень, так сказать, логичные. Хотя бы... Да, они все плохие поправки, но у меня иногда, понимаете, возникает какой-то агнитивный, так сказать, дешевоанский, я не знаю, как это выразится. С одной стороны, я, конечно, за то, чтобы с меня началась тепла, и это вроде действительно правильно, в этом мире она есть, и вроде как-то это хорошо, да? Но, с другой стороны, как наш Володин сказал, это наша дума, он сказал, есть Путин, есть Россия, есть Путин, есть Россия. Ну, понятно, вот у меня... Да, я на то думаю, что, может, у него права. У меня в связи с этим вопрос, если даже принять парадигму, если не Путин, то кто? Да, вот если это принять, да, за основу, зачем это обнуление? Достаточно вышвырнуть из Конституции норму о лимите двух сроков. Вышвырнули, и все. А, вы знаете, я понял. Нет, вы знаете, как говорят некоторые, кто хорошо знает нашего ГОСТа, шефа, все-таки у него в голове засело вот это вот закон о послушании, он считает, что нельзя нарушать закон, а это он считает, что это вот и нарушает закон. Он пытается притернуть Конституцию, вроде как бы сказать ими, что все по закону, понимаете? Ну, так это будет тоже по закону, если исключить из Конституции норму о лимите в двух сроках, он бы тоже мог продолжать властвовать по закону. А зачем это обнуление? Вы понимаете, это, как говорят, там есть такое, хочет и выкупить, и... Понятно. Это обнуление, оно о чем говорит, что он только под себя это сделал, а другой, допустим, какой-нибудь гений придет, который не может быть больше двух сроков, а может быть, он будет вообще гениальный, как Наполеон там, допустим, или как... Ну, это любое государство, так может, регионы-доноры всегда, просто в Канаде это более цивилизованно, регионы-доноры живут реально лучше регионов-инципиентов, в России похуже, а в Украине еще похуже. То есть, вот это... Однозначно, что регион-доноры должны жить в два раза лучше по уровню жизни, чем регион-рецепиент, в общем-то. Вот и получается, что Москва живет, я как-то считал, по подобным бюджетам, Москва на благоустройство страны живет настолько, что вся Россия в ней сидит. Ну, я знаю, я знаю, в России тоже перекос, но, однако, в Украине перекос больше. Вот, паразитирующий Киев, он находится на первом месте постоянно по уровню зарплат, а Москва все-таки по уровню зарплат не занимает первое место за последние... Ну, вот я статистику с 5 по 15 год, ни разу Москва не занимала первое место по уровню зарплат. По уровню жизни занимала, потому что уровень жизни это не только уровень зарплат, но и совокупность, там, медицина, там, образование и так далее. А по уровню... Я сейчас расскажу. А по уровню зарплат Москва все время болтается между вторым и четвертым местом. Правильно. А почему? А почему? Ну, потому что на первом месте там Ханты-Мансийский или кто-то там еще обычно, да. А население Ханты-Мансийское? Ну, я знаю, почему, что маленькое, поэтому там можно позволить себе это все понимать. На 10 человек поднимите эти заходы, и будет очень много, извините. А если Москва заселение больше, чем Москва и Белоруссия? Ну, понятно. Мотивация понятна. Но, тем не менее, формальные признаки такие, что паразитирующий Киев, он постоянно незаслужен на первом месте по уровню зарплат. Хотя есть города более интеллектуальные, более образованные, чем Киев в Украине. Тот же Харьков или Одесса, да. В Москве может быть более образованные наукограды, типа Дубны и так далее, можно назвать. Но нельзя назвать миллионника, который образованнее, умнее там или интеллектуальной Москвы. Ну, Питер такой же, да. Ну, чтобы выше Москвы, такого нет в России. В Украине есть. Киев это город жлобов по сравнению с интеллектуальными иными миллионниками. То есть ситуация немножко различная. Вот такие новости. Я иногда украинцы задаю вопрос, и я им задаю такой вопрос. Вот смотрите, в головной продукт на душу населения в Украине, в подсчете, в 4 раза меньше, чем в России. А в 3-4 раза. Мы готовы на душу населения. А зарплаты почти одинаковые. И в пенсии почти одинаковые. Не, 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 пенсии больше в России раза в два с половиной, зарплаты тоже раза в полтора. В России, ну, я знаю, минимальная сейчас 11 900, по-моему. Ну, а в Украине, ну, а минимальная, нет, ну, у вас, это кто как наработал. Есть в России по 50 тысяч пенсий. Минимальная пенсия в России 11, это, соответственно, сколько там, сейчас 170 долларов, да, где-то. А в Украине 90 долларов. Ну, ну, пока. Украинские патриоты все время ссылаются на то, что минимальная зарплата в России меньше сейчас, чем в Украине. Это да, есть такой факт. Минимальная зарплата. Такой факт, вот у них, а у них сейчас предмет гордости, что в связи с падением рубля Украина обогнала по минимальной зарплате. Но дело в том, что минимальная зарплата, повышение, невыгодно россиянам, среднему классу. Хорошо. Хорошо, а скажите, пожалуйста, вот я россияне, у меня выросла вот эти события на Украине, которые произошли? Ну, я думаю, в смысле 14-м году, что ли? Да. Я думаю, что нет. Я вообще называю это присоединение Крыма, это ошибка Путина, ибо он допустил этим эксцесс косовского прецедента. Для достижения тех целей, которые преследовала перед собой Россия, достаточно был абхазский вариант. Тогда бы не было эксцесса косовского прецедента, и не было бы санкций. То есть отжали Украину, признали независимость Крыма, и сделали государством сателлитом. Вот был бы оптимальный вариант. Я со мной в Великой Евгеньеве общаюсь, и с саджеситами, и с санкельчанами. Я говорю, ребята, а вам было бы менее обидно, если бы вот отжали, сделали самостоятельно государством, великое войска бы там, договор, а... Да, да, да. Да, да. А не сказать, нам бы не было бы это так обидно. Это неоскользительно было. Да, вроде как бы немножко впечатлило бы, но мы бы на Россию так не обижались, как сейчас. Это первое. Второе. Санкций бы таким бы не было, как сейчас. Ну, правильно, да. Я своей полностью согласен, полностью согласен. Да, я за эти события знаю, что у меня ввесе было 280 долларов. То есть я после событий у меня ввесе 180 долларов. Хотя уже несколько раз забавляю, но у нас все 100 долларов. То есть Крым, где каждый месяц отжирается 100 долларов. Ну, понятно, понятно, да. Вот это у меня радости большое место, которое вы спросите. Ну, я же вам тоже пояснил то же самое, в принципе, да. Оптимальным был абхазский вариант, да. Оптимальным, да. И Украина бы могла бы на нас, и воду бы с Крымом не отключили. Может быть, это вы подняли немножко, когда вода бы слабили. Когда бы этот... Даже более того, был оптимальным абхазский вариант не только Крым, а еще с коридором откусить. Потому что историческая справедливость-то в чем? Крым все-таки завоеван Российской империей у турков в 1773 году. А Харьков и Донбасс большевики в лице Ленина и Троцкого просто отдали Украине в 18-м году. А это исконно русские города, основанные Московским царством, соответственно, и Российской империей. Юзовка II и Харьков I. И я уже, понимаете, думаю, представляете, если бы вот такой вариант, как вот эти абхазки, был бы, и Россия бы с Украиной местными соперничеством закрыл, каждый бы пытался поскупить его там, вложить его больше, чтобы завоевать его доверие и так далее. То есть, может быть, крыльчанок там бы и не хуже было бы. Ну да, 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 я с вами согласен. Тут я с вами согласен. А не могли бы манипулировать и Украина, и Россия? А, вы нас обижаете, мы пойдем в Украину. Ну, это называется сидеть на двух стульях, да. Да, ну, а сейчас, ответьте... А соседка, он был совсем не разговорник. Да дураковаляне. Разговаривать, разговаривать. Он так говорит, что они... Почему же тогда в утилитарном государстве... Правильно, утилитарное государство. Правильно? Великобритания утилитарное государство. Германия утилитарное государство. У них есть один... Птажеровый фалака на свет и приволок. Подколотый, подшитый материал. Там пациент пошел? Ну, если по медленням, что... А медленням, что-то аж федерализация? Генерация. 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 С automate, ну, что-то аж федерализация? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok